Медучреждения Тверской области призывают пройти жителей Верхневолжья диспансеризацию. За 2023 год это сделали более 385 тысяч человек. Обследование пациентов проводят по нацпроекту здравоохранения. О том, почему не стоит откладывать проверку организма в дальний ящик, в нашем сюжете. Диспансеризация помогает выявлять факторы риска хронических заболеваний на раннем этапе развития и при необходимости своевременно провести дополнительное лечение и обследование. Это помогает сохранять и укреплять здоровье населения. В ходе диспансеризации мы не только можем выявить как на начальной стадии болезни, так и факторы риска. А выявляя фактор риска, мы можем с ним поработать и свести его на нет. Гораздо проще выявить, скорректировать и не допустить развития грозных заболеваний, нежели потом их лечить. Долго, экономически затратно. На первом этапе прохождения диспансеризации человек посещает терапевта, сдаёт анализы, делает флюорографию, ЭКГ, скрининг, который помогает обнаружить новообразование на ранней стадии. Также медики измеряют основные физические параметры тела, артериальное давление пациента. Врач оценит анализы, врач оценит данные анамнеза, даст рекомендации по стилю жизни, по образу жизни, по его изменению, по коррекции факторов риска, нежели ты уже приходишь к врачу с перенесённым грозным событием. Вы знаете, что болезни сердечно-сосудистой системы у нас остаются, скажем так, лидирующими в структуре и заболеваемости, и смертности. Поэтому лучше проводить мероприятия, которые препятствуют их развитию, нежели бороться уже с последствиями. Если врачи видят, что какие-либо патологии имеются или есть на них подозрения, пациента направляют на дальнейшее обследование, а уже потом назначается лечение. Диспансеризация проходит в поликлиниках раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет, а для тех, кто старше, каждый год. Диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства с официальным освобождением от работы. А чтобы пройти исследование, необходимо заранее записаться в регистратуре.